Неделя напряженная. С чего начнем? Ну, давайте я предлагаю, начнем с нынешней российской власти. Во-первых, с, опять-таки, устоявшегося уже в своем положении Николая Патрушева, который на этой неделе подтвердил еще раз свои полномочия после смерти президента России Владимира Путина, выступив перед губернаторами, вернее, раздавая ценные указания губернаторам. Я думаю, что, Сергей, вы подтвердите, что секретарь Совета Безопасности не должен раздавать указания губернаторам, правда ведь? Да, не должен. Не его дело рассказывать, как же дальше, что делать дальше. И самое главное, не в полномочиях секретарь Совета Безопасности рассказывать, на какие рельсы будет становиться экономика губернатором и так далее, и так далее. Да, в этом смысле я абсолютно с вами согласен. Это по меньшей мере, если в этом замешан Совет Безопасности, тогда должен был выступать либо сам Путин, как председатель, либо Медведев, как его заместитель, или вместо них председатель правительства Мишустин. Но никак не секретарь, который является птицей-секретарем, который на самом деле просто фиксирует какие-то документы, обеспечивает документы оборота, обеспечивает функционирование аппарата секретариата Совета Безопасности, но не больше того. Да, все правильно. Надо еще отметить интересную вещь. Выступая и рассказывая губернаторам, как надо жить дальше, Николай Патрушев просто проигнорировал оперативное совещание Совета Безопасности, которое проводил двойник президента России с постоянными членами Совета Безопасности. Николая Патрушева там не был. Он занимался своими делами, гораздо более важными, чем цирк с лошадьми, с конем. С конями. С конями, да. Можно и с конями, да. Ну, они же там Совет Безопасности, их там несколько коней. Да, пешки и кони, если шахматными терминами. Но вот решил просто игнорировать такие вещи. Темп, тем более там ничего особо интересного не было. И ему надо регулярно посылать уже сигналы не только элитам, потому что элиты все прекрасно понимают уже к нынешнему времени. Надо посылать сигналы и российскому народу, чтобы понимали, ну, мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что в России народ и элиты все должны четко понимать, кто царь. Ну, иначе будет смута, как уже было не раз в России. И смута опять-таки приближается. Патрушев пытается всеми силами, всем вокруг показать, что он на сегодняшний день является верховным правителем России, что на сегодняшний день является главой государства. Ну, каким-то чудесным образом ему это удается. Об этом говорит уже вся западная пресса. Все обратили внимание практически без исключения, что Патрушев в последнее время невероятно активен. Просто невероятно. Если раньше он действительно выступал раз в три-четыре месяца с какими-то вообще невнятными статьями в странных журналах и газетах, ну, то сейчас он полностью заполняет собой повестку, из которой выпал президент России Владимир Путин, из которой двойник появляется довольно редко. Ну, и на таких мероприятиях, как Совет Безопасности, который игнорирует оперативное совещание, извините, с постоянными членами, которые игнорируют Патрушев, и встреча с представителями избирательных комиссий. Тоже интересно, очень интересно. Тоже, наверное, с вами обсудим, да, Сергей? Да, обязательно, конечно, да. Потому что у нас действительно вот все эти вещи уже, которые вы упомянули, они чрезвычайно сильно увеличивают вероятность той версии, которую вы озвучили 26 октября. То есть, как бы ни относились люди скептически к этой версии, действительно произошло изменение того, как российская власть функционирует внутри и вовне. И это неоспоримо совершенно. Неоспоримо, да, плюс английские таблоиды первые обратили внимание, что Кабаева пропала с поля зрения, должны были проводиться турниры с ее участием, где она должна была, ну, понятно, что она не должна была выступать, она уже давно не выступает, выступала, ну, еще там, наверное, лет пять назад. Она уже бабушка, она уже бабушка. По гимнастическим понятиям, точно так же, как балерина в Большом театре уходит на пенсию в 40 лет. Да, Кабаева действительно для гимнастики бабушка. Я помню старый советский фильетон, когда шутили, что школьницы уже выступают на Олимпиаде по гимнастике. И, ну, фильетон далеко от истины не ушел. Действительно, очень рано девочки, которые занимаются художественной гимнастикой, действительно, очень рано входит в большой спорт. И Кабаева, вы правы, для гимнастики уже бабушка. Но, тем не менее, она выполняет представительские функции, она своим присутствием, значит, чтит некоторые соревнования, ее приглашают регулярно, и вот она должна была принимать участие в качестве гостя, приглашенного в таких соревнованиях, но она там не участвовала. Плюс еще несколько мероприятий, где, опять-таки, она должна была участвовать в качестве приглашенного со стороны гостя, и она, ее, опять-таки, не было. На сегодняшний день Кабаева находится под домашним арестом. Фактически, фактически. Ее охрана увеличена. Ей не дают возможности общаться с близкими подругами, не дают общаться с теми людьми, с которыми она хотела бы поддерживать отношения. Ну, вот, в ближайшее время думаю, каким образом ее показать, так, чтобы это было осторожно и аккуратно, чтобы чего лишнего не взболтнуло, опять-таки, на публике, но так очень аккуратненько, и проведя с ней предварительно такую беседу с внушением, что не стоит шалить. Опасаются, конечно, не столько, что Кабаева сейчас начнет на публике изливать душу, нет, опасаются, что она в разговорах... У нее есть подруги, есть подруги довольно близкие, с которыми она поддерживала отношения. Мы уже рассказывали когда-то о скандале, который был вокруг этого, когда фактически подруги и близкие друзья Кабаева издали фактически ее местопроживание в резиденции на Валдае, когда Путин был в ярости, и вообще окружение, конечно, его накрутило, и в том числе и тех людей, которые накручивали Путина против Кабаева, что это, мол, от нее пришла информация. Это был Патрушев, и тогда мы об этом рассказывали довольно относительно недавно, и широко так же освещалось. Так вот сейчас Кабаева находится под плотной опекой. Не хотят, чтобы она общалась с подругами и с друзьями, чтобы эта информация о смерти президента не разошлась, скажем так, как слухом от Кабаевой. Одно дело, когда это печатаем мы, другое дело, если вдруг друзья и подруги Кабаевой начнут активно рассказывать, что президент умер, и это, конечно, несколько другой формат. Мы уверены, что скоро и сама Кабаева все расскажет. Ну, это, в принципе, не в ее интересах пока что, да, в финансовых? Ну, пока что да, пока что. Ну, все же ведь меняется. Она же была кошельком Путина. То есть, если Путин умер, то кошелек надо возвращать. Надо возвращать кошелек, надо возвращать кошелек, все, что в кошельке. Как только все, что в кошельке, будет возвращено, дальше будут, конечно, уже смотреть и думать, как быть с некоронованной царицей. Ну, ведь понятно, да, что была бы она официальная супруга президента, все было бы несколько иначе. Ну, не получилось и не сложилось, что называется. Тем не менее, есть как есть. И еще раз повторяю, на это обращают внимание прессы, на это обращают внимание очень многие, в том числе, и деятели за рубежом, включая лидеров общественного мнения. В старинные времена некоронованные царицы заканчивали в монастырях. Ну, не исключен, не исключен такой вариант. Я скажу, более чем не исключен. Может быть, резиденция на Валдае это не совсем монастырь, но, тем не менее, тоже не самое приятное место рядом с трупом мужа, который находится в холодильнике. Да, понятно, что резиденция не маленькая, но, тем не менее, сам факт. Сам факт нахождения. Я думаю, что наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно понимают, что ситуация, когда один из гражданских супругов находится в недалеком расстоянии, от своего покойного супруга, который покоится в холодильнике, в котором раньше хранились продукты питания. Ну, тоже такое себе удовольствие. Кстати, на этой неделе был еще один человек, который подтвердил вашу версию. И этим человеком стал Дмитрий Песков. Песков, когда он выступал в интервью с студенческим каналом ГИМО-360, его спросили, каким должен быть следующий президент России, он сказал, таким же или другим, но таким же. И все обалдели и сказали, что что это значит? Вы можете пояснить, что он хотел иметь в виду? Да, конечно, это элементарно. Дело в том, что Песков прекрасно понимает, что в той контексте власти, которая сейчас складывается, ему не место. Если вдруг двойник уходит с горизонта, что вполне вероятно в нынешней ситуации, то куда девается Песков? Песков становится лишним. А такой человек, который обладает достаточным количеством информации, мы с вами понимаем, куда деваются лишние люди, да? Да. Он уходит не на почетную пенсию и не начинает путешествовать по миру и писать мемуар. Совсем наоборот. Его будущее становится весьма и весьма туманным. Ну, там выбор большой. Он может выпасть с 15 этажа, он может уплыть куда-то, исчезнуть просто, объесться жаб каких-нибудь. Много-много людей. Вот там 40 трупов в прошлом году было таких разных. Или может убить, например, всю свою семью, включая его дочку бедную и несчастную, про которую она рассказывала, что раньше она никогда не принадлежала к золотой молодежи, потому что у нее квартира в Париже стоила всего лишь полтора миллиона долларов, евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова